Сейчас, секундочку. Предохранители поменены. Состояние корабля хорошее. Видимых повреждений нет. Может быть он заброшен не так и давно. Подаю питание. Навигация, компас, тяговые двигатели, онлайн. Тяговые двигатели 60%. Проверка маневровых. Крентангаж в норме. Вау! Над головой тысячетонные ледяные глыбы. К этому придется долго привыкать. Левый поворот. Двигатель 3-2 онлайн. Навигация, компас, карта системы работает. Вас понял. Провожу настройку. Взаимно. Меня зовут Ян Дусман. Похоже, корабль в полном порядке. Спасибо тебе. Кстати, насчет сотрудничества. Я только за. Тогда до связи. Встретимся на станции. Продолжение следует... Запись 1. День 1. Корабль оказался даже в лучшем состоянии, чем я мог ожидать. Конечно же, несколько недель работы в глухом космосе принесли свои плоды и я даже не одичал. Блейн серьезно помогла. Продукты, воздух, необходимые запчасти. Перед вылетом на этот корабль... Погодите, сколько же прошло? Три недели и четыре дня. По гипервидению... Наспех выпив кофе и собирая вещи, я буквально краем уха слышал новость. Новость о первооткрывателях и о тех, кто реально помогает этим первооткрывателям, да и вообще всем. К этой категории, наверное, и Блейн относится. Фрилансеры. Те, которые делают все бесплатно, хорошо и с энтузиазмом самое главное. Новость была о том, что один из исследователей решил установить рекорд и отлететь не только от исследованного мира, от этого пузыря, в котором жилого, в котором все известные планеты, станции, но и вообще от галактики. Как можно дальше. И застрял между двумя галактиками. Нашей и, по-моему, туманностью Андромеды, если мне память не изменяет. Застрял без топлива, без надежды, без воздуха, заканчивались продукты, но есть такие, как Блейн, которые помогают, которые реально на энтузиазме, бесплатно. Летели несколько дней на помощь этому исследователю. Реальных несколько дней. Но все-таки привезли топливо, привезли ремонтные дроны, отремонтировали и спасли. Как сказал этот исследователь, он даже не уверен, установил ли он рекорд или все-таки рекорд установили те, которые прилетели к нему на помощь. Потому что три корабля, они все же дальше пролетели, пускай там на несколько километров, чем этот исследователь, застрявший среди ничего. А вот и аутпост, затерянный среди астероидного пояса. И живут же здесь люди на краю. Устал что-то я. Столько дней волнений, трудов ремонта. Прилечу, поставлю корабль в ангар и спать. Спать на несколько дней. Конец записи один, день один. Ян Дусмон, теперь уже звездный пилот. Давайте вклеем. Beimедем. Живут только помог. Продолжение следует...